Сегодня мы будем читать из книги «Исход» Парашад Шавуа, которая называется «Суды». Это 21 глава. Книга «Исход» 21 глава. Мы будем читать из книги «Исход» 21 глава. Пожалуйста, открывайте и следите за текстом. «Воеле המשפטים אשר תסים לפניהם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יבואות ובשביעי תצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו אמו, ואם אדוניו יתן לו אישה, וילדה לו ונים וונות, האישה, וילדיה תהיה לאדונייה, והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצא אדוניו את אוזנו במרצה, ויבדו לו לאולם. וכי אם חור איש את ביתו לאימה, לא תצא קיצת העבדים, אם ראה בעיני אדוני, אשר לא יעדה, ואיבדה לעם נוחרי, לא ימשול למחרה בבקדובה, ואם לבנו יעדנה, ממשפט הבנות יעשה לה. ברוך אתה, אדוני, אלינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וכי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. תודה, Дима. תודה, Дима. תודה, Дима. תודה, תודה, יום לבים, ביקצרה משום מי פרשעת שבוו מיש פתים. Мы сегодня вкратце будем учить кое-что из פרשעת שבוו, которое называется «Законы, суды». בייצם משפטים улаי טוב יותר ליטרגם כמו порядקי, уставы. в сущности, אתו פרשעת שבוו лучше перевести как уставы, как порядקי. ועזבר למילה הזו, דברים שבים מי אדוני, לא תמיד אנחנו יכולים להבין הכל במלואו. И объяснение этого слова, вещи, слова, постановления, которые исходят от Бога, не всегда мы можем вполне понять. Но наша часть принимать их. И что очень интересно, эти вещи, которые мы учим в этой Парашат Шавуа, в сущности, они подходят не только к народу Израилем. Это вообще принцип, как быть, как поступать. И там написано, если ты хочешь благословения, успех твоей жизни, сделай так. Вопрос простой к нам. Есть ли между нами кто-то, кто не хочет благословения? И ответ очень простой, да, все хотят благословения. Мы начали сегодняшнее собрание со словами, Господь благослови нас. Разумеется, все от Него зависит, и благословение сходит с небес. Но Господь ожидает от нас также какие-то шаги, что-то делать. Он говорит, если вы стоите за правду, и в Милим Работ, есть, мы говорим здесь, есть, мы говорим здесь, есть, мы говорим здесь, в последних разумах. И во многих словах, здесь описано, как именно поступать по правде. Мы говорим в Парашат Шавуа Мишпатим, меперек 21 до 24, к 53 мишпатим, о митзвот, шалейну ласот. В этой Парашат Шавуа, со стиха, с 21 по 24 главу, написано 53, закона или устава, которые Бог повелевает исполнять. Некоторые из этих вещей уже не актуальны сейчас. К примеру, здесь написано, как ты должен относиться к рабу твоему. У кого-то здесь из присутствующих есть рабы дома. Я надеюсь, что нет. Возможно, вы кого-то, мужа или жену уже сделали рабом, но это уже ваша проблема. Но в сущности, эта вещь уже не совсем актуальна сегодня. Но как относиться к пришельцу, к примеру, это очень актуальная вещь, особенно в нашей стране. Есть очень много беженцев, которые приходят сюда. они не получают гражданство, но они все еще должны что-то кушать. И если мы хотим, как страна, получить благословение с небес, мы должны знать, как относиться, что делать с ними. Здесь также написано, как относиться к своим соседям. У кого есть несимпатичные соседи, поднимите руку. Сразу же руки поднимаются. Улай, улай, амлаца меот, меот датит, а тема аменимба, ищуа, цирхим ли истадерим колихад. Возможно, такая, знаете, такой совет очень религиозный. Вы, верующие в Ишуа, вы должны со всеми хорошо относиться. ва анава, вихуле, вихуле. Со скромностью, Льотамиду вед, вы ешь сихсух, ешь лахац. Но не всегда это работает, и есть споры, есть давление. И эта парашат Шавуа объясняет нам, как именно относиться к другим людям. Здесь также есть много других вещей, например, какие отношения иметь с женой, когда она беременна. Что разрешено, что запрещено в плане сексуальных отношений. Здесь также пишется о пустых слухах, о сплетнях, можно сказать. О злом языке. Можно ли это делать, или запрещено? Ты можешь год молиться, Господи, благослови меня. Но если ты любишь разговаривать и переносить слух и сплетни к другим людям, забудь о том, чтобы получить благословение. Ты можешь сказать, я по милости, и Ишуа живу. Возможно. Но это не отменяет для тебя закон делать те вещи, которые ты должен делать. Потому что Ишуа очень четким образом сказал, кто меня любит, мне допоследует, пусть делает то, что я говорю. Здесь есть также еще некоторые очень интересные вещи. В 23 главе есть очень интересное распоряжение. Смотрите, я посылаю перед вами Ангела, который будет оберегать вас в пути и приведет на то место, что я приготовил для вас. Охраните себя перед его лицом. Здесь написано, что Ангел мой будет идти перед вами и скажет вам несколько вещей. Возможно, вам это не понравится. Например, он говорит вам, не делайте нисуя с 7 народами которые живут в этой земле. Например, повеление, не выходите замуж и не женитесь с 7 народами, которые будут вас окружать. Но какой-нибудь мужчина может сказать, мне не важно, что это Ангел говорит. Я очень полюбил эту женщину Хананьян. Я по-любому с ней поженюсь. Он женится. Она поклоняется в свою очередь идолам. Ее душа уже как бы предана идолопоклонству. И потом потихоньку у них дома начинается большой бедлам. А вот попробуй пойти попроси благословения сейчас. что мы учим из всей истории. Есть две краткие вещи. Первое это об этом Ангеле. Прежде всего история нашего народа всегда связана с Ангелами. Всегда имели отношение Ангелы к отцами нашими. В сфер Даниэль мы читаем ангеле господним по имени Михаэль. Также мы читаем еще об одном ангеле который заводится нашему Гавриэль. И через этих ангелов говорятся и говорятся и говорятся слова. И нашему народу прислушиваться и исполнять чтобы получить благословение. место очень интересное в послании евреям в третьей главе. Там написано Шалиях и Кухен Гадол Иешуа Масхиах. В сущности в контексте слово посланник это также ангел. И для народа израиль сказал что Иешуа пришел и в Тор Шалиях и Молах и Кухен Гадол. И к великому сожалению многие из нашего народа все еще не слышали об этом ангеле. Я не подразумеваю как посланника от Бога. Который был послан рукою Божьей. И поэтому есть у нас почти 2000 лет большой балаган. И наша задача изменить ситуацию. И познать что Познать слова что Иешуа сын Божий. И узнать те слова которые он сказал. И изменить ситуацию. Есть еще одна интересная вещь которая проговорила ко мне через эту парашат Шавуа. Я очень хочу чтобы вы прислушали особенности не гостя а именно община наша. здесь всякие вещи которые Бог повелевает народу нашему делать. И мы учим из истории что всякая община или всякая группа еще какие-то вещи чтобы объяснить для членов этой группы как именно поступать. Есть группы которые говорят вот так и так можно одеваться. Даже в нерелигиозных общинах есть такое понятие как дресс код. Фирмы известные Microsoft Intel там есть определенные требования к одежде. Точно так же в община подразумевается что так и так нужно относиться. как молодежь должна относиться друг к другу. Это и это разрешено а вот это и это запрещено. Вы знаете когда я становлюсь старше я вижу мудрость в таких вещах. всегда думал почему как ты свободен делать то что ему нравится как он понимает но сейчас есть мудрость в этих вещах. мы мы говорим о со старейшинами нашей общины мы говорим о том что называется членство в общине им со всякими дополнительными вещами которые мы хотим попросить потребовать от общины возможно некоторые из нас скажут вообще зачем нам это надо но с другой с точки зрения мы уже существуем больше 15 лет и мы уже знакомы друг 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 поход или тер анах но мобиль ним мах адреш более менее мы понимаем мах его мах мораль и цель инок какая мораль у нас здесь и что мы просим от наших людей как относиться ему тар рах лут ассур рах разрешается ли сплетничать или не разреш ему тар лав те ром ассур лав ох а лог на половину раздетым или не нельзя а может быть в общине запрещено но вне общины можно я думаю что мы как община также взрослеем лав нах 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 лав м хав боток ки лав и нам нужно принести что-то вроде членства в общине они мистакал аль заках я смотрю на это так ше нах нок кем ман гут ки лан не мих уяв ле хав ле хав ле 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 как члены общины будем ответственны относиться к общине и община к нам лама почему ки анах нороим арбе анаш ше ба им акшав потому что мы видим множество людей которые и мы хотим принести многие благословения для людей но также мы хотим видеть ответ мы не хотим изливать благословение на кого-то который просто игнорирует нас возможно я звучу как-то странно сегодня но я просто последние месяцы очень сильно переживал об этих вещах есть люди которые очень хотят вместе с нами служить Богу но есть другие но есть другие которые просто воруют время и мы не против них но мы хотим видеть товарищиство взаимность мы хотим видеть ты друг и часть семьи большая семья но но ты должен понимать как большая семья функционирует я хочу попросить от общины что-то что-то я хочу чтобы вы прямо сейчас помолились о управлении общины нашей что-то что-то мы как община могли прийти к разумным заключениям касающимся как сделать членство в общине и реальным и в то же время не тяжелым и продуктивным я прошу у вас также молиться об этом я скажу вам правду в последние два месяца я просто был сломлен из-за определенного количества людей которые просто это как пшик столько много энергии по отношению к ним израсходовал но это не привело ни к чему это не только я многие люди я думаю что мы сейчас входим в период где мы хотим быть более сплоченные давайте помолимся с 3 4 5 6